Всем привет, меня зовут Дарина и добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, мы продолжаем эту эпопею с покупками на осень. В одном из своих предыдущих видео я вам уже показывала последние покупки в H&M. К слову, они были не последние. Также я вам уже показывала видео с покупками обуви. По традиции хочу начать с той покупки, которая сейчас надета на мне. Это моя новая фланелевая рубашечка в клетку розового цвета. В общем, в честь нее сегодня у меня такой яркий розовый блеск. Тысячу лет не красила так губы и мне как-то прям захотелось все это как-то вместе замиксовать. Я уже давно искала себе фланелевую рубашку. И это рубашка из Resort. Точнее, теперь этот магазин называется Rare. В общем, странное название, но тем не менее, это бывший Resort. И я купила эту рубашку там абсолютно случайно. Я не фанат Resort и, в принципе, там очень редко себе что-то покупаю. Но нигде не было клетчатой рубашки, как мне была нужна. Поэтому я зашла в Resort. Какое было мое удивление, когда там висела просто идеальная рубашка. Там была вот такая вот бело-розовая и также белая с какими-то такими коричнево-бежевыми элементами. Ну, скажем, такая идеальная, в общем, базовая клетчатая рубашка. И я долго думала, какую мне взять, но остановилась в выбор именно на этой розовой. Мне захотелось какой-то нежнятины. Ну и, в принципе, знаете, фланелевая рубашка это всегда про уют, про тепло, про какую-то такую вот непосредственность. В общем, она еще и розовая, что придает, конечно, какого-то определенного шарма. Нужно сказать, что она, конечно, огромного размера. Я намеренно ее взяла такую огромную, потому что мне хотелось, чтобы она была чисто как какой-то уютный плед в это такое довольно холодное время года. В общем, мне хотелось носить на себе что-то уютное, что будет меня успокаивать, согревать. И эта рубашка стала просто прекрасной находкой. Следующая моя покупка летняя, на самом деле, но я подумала, что сейчас ее тоже еще вполне себе можно показать. Это пиджак из Lime. Возможно, вы уже на мне его видели, особенно если вы подписаны на меня в запрещенной социальной сети. Он очень красивого цвета, но, честно говоря, у него не зашибись, какое классное качество, потому что в Lime есть пиджаки и получше. Ну, я покупала его на распродаже, и мне просто хотелось в свой гардероб добавить каких-то пастельных пиджаков. Собственно, поэтому у меня появился такой пиджак цвета мятного мороженого. И вот такой вот нежно-голубой. Очень освежающий цвет. Правда, мне идет, особенно когда я была загорелой, летом было вообще суперклассно. Я рада еще одному пиджаку в своей коллекции. И недавно чуть не купила еще один. Кто-нибудь остановите эту сумасшедшую женщину. Следующая моя покупка определенно точно вас удивит, особенно если вы давно на меня подписаны, потому что я купила себе синие джогеры. Боже, они на камере, мне кажется, еще ярче даже, чем они в жизни. В общем, это такой electric blue, просто беснующийся синий. И я не знаю почему, мне захотелось эти брюки. Я их увидела в магазине, такая, как красиво выглядит этот цвет. И мне как раз нужны были джогеры. Дополнительно к этому в H&M была акция. Три вещи по цене двух. Я подумала, ну мне точно нужно купить эти брюки. И сейчас я в поисках свитшота такого же цвета, потому что определенный в H&M должен был быть верх. И я надеюсь, что я все-таки его найду, тогда у меня будет прям полноценный синий костюм. Не понимаю вообще, как на меня нашла эта синяя лихорадка, потому что я на самом деле не очень люблю яркие цвета. И больше всех ярких цветов на свете я не любила синий. Я вообще в принципе не люблю синий цвет. И у меня в гардеробе, мне кажется, нет абсолютно ни одной синей вещи, за исключением этих джогеров. Джогеры абсолютно классические, с резинкой внизу. Внутри они без утепления, это обычный такой петельчатый футер. Единственное, конечно, мне вот эта вот история не очень нравится, потому что было бы, наверное, совсем хорошо, если бы на них не было никаких рисунков, надписей, цифр и прочего. Но, к сожалению, вот так задуманно осталось только реально найти верх, потому что мне кажется, что этот цвет, он довольно неплохо освежает. Не знаю, скажите мне, как вам кажется, идет мне этот цвет или нет. Мне кажется, что вроде неплохо смотрится. Следующая покупка, которую я хочу вам показать, это вот такая вот футболка из Кос. В Кос я зашла, когда они открылись для финальных распродаж, хотя там не было ни одной позиции на скидке, мне кажется. Но я зарулила туда и купила себе две базовые футболки, хотя на самом деле они, ну уж не настолько базовые, потому что они довольно короткие. Но мне это даже нравится, потому что высокие брюки, высокие джинсы, они очень легко драпируются, заправляются. И нет вот этого вот большого количества ткани, которое тебе по факту абсолютно не нужно. Футболка из очень-очень плотного хлопка, который прекрасно держит форму. После одной стирки она не разъехалась, никакие швы никуда не поехали. Она выглядит отлично, но я, конечно, стираю всегда с учетом вот этих вот внутренних лейблов, где написано, как вещь нужно стирать и какой температурный режим нужно выдерживать. Обязательно обращайте на это внимание, потому что порой вещи быстрее выходят из строя, просто по причине того, что за ними неправильно ухаживают. Ну что я могу сказать? Кос, конечно, это история про хорошее качество, про хорошие дизайны. И в данном случае абсолютно стандартная полоска, ну как клево смотрится и как освежающе. И мне очень понравилось именно, что здесь полоска голубая, а не черная, как это принято, скажем так, да? Как это вот самый такой классический вариант, это черная полоска. Это, видимо, было начало такой моей стихийной влюбленности в синий, потому что, видите, он уже здесь немножко начинает проскальзывать. Видимо, мой мозг понимал раньше менять, к чему все идет. И также, помимо футболки в голубую полоску, я взяла еще одну футболку, просто классическую белую. Она уже из более мягкого хлопка, более податливая, более нежная. Я решила купить эту футболку, на самом деле, просто про запас, потому что у меня есть не одна белая футболка. Но я подумала, пускай и будет лишняя, она точно не станет. И они, конечно, не супер там бюджетные. Эта футболка стоит 300, но у нее, правда, хорошее качество. И я рада, что я напоследок прихватила что-то еще и в косе, потому что, конечно, у них грустно от того, что все эти магазины уходят. Да и вообще, конечно, не то чтобы много поводов для радости, поэтому вот радую себя покупками. Делаю, что могу. Следующая моя покупка это джинсы из магазина Too Mood. Я была в магазине Too Mood, который находится в отлете Белая Дача. Там у них представлены, насколько я понимаю, и свежие коллекции, и какие-то варианты из старых коллекций, которые продаются со скидками. В принципе, эти джинсы купил совершенно случайно. Это моя дань моде на среднюю посадку. Я думаю, видите, какие они огромные. Это как раз с расчетом на то, чтобы они сидели не на талии, а на бедрах. И я сдалась перед этим натиском и решила все-таки тоже для себя вспомнить, что же такое средняя посадка. Хотя, конечно, я фанат высокой посадки. Для меня это прям идеальная история. Но, к сожалению, мода неумолима. Конечно, высокая посадка никуда не ушла. Но, тем не менее, средняя и даже низкая посадка активно топчет всех на своем пути. Решила, что не буду себя отказывать в экспериментах. Вы знаете, очень рада, что купила эти джинсы. Во-первых, у них очень красивый цвет. Такой благородный, серый. Во-вторых, это идеальная вариация на осень. Потому что, даже если грязно, на этих джинсах не будет видно так сильно грязь. И они, в принципе, хорошо отстирываются. А если даже не отстирается, вы этого не увидите. Потому что они серые, цвет грязи. Все идеально продумано. Ну и помимо того, что они на средней посадке, они еще довольно широкие. Такие white leggy. Нужно еще добавить, что эти джинсы в томут я купила за 2000 рублей, если я не ошибаюсь. Потому что они оставались последние. Прям классно так сошлось. И я ушла довольно с покупкой. Ну что, продолжаем разговор. Возвращаемся снова к H&M. Потому что там я также купила себе еще одни тренинги. Только это уже широкие брюки. Опять же, white leg. И мне нравится, что у них снизу нет резинки. Потому что иногда тебе нужна такая опция. А иногда ты хочешь, чтобы брюки были свободные. И очень клево, что можно это все дело подстраивать под свои нужды. Эти брюки мне очень понравились своим цветом. На самом деле, он абсолютно как-то по-другому передается. Он здесь кажется как будто каким-то более серым. Но в жизни это такой нежно-фисташковый, наверное, я бы сказала. Плюс ко всему, эти брюки, естественно, покорили меня тем, что они, в принципе, подошли мне по длине. Потому что мне сложно все время найти брюки. Они часто короткие. Плюс потом они, как я уже говорила, садятся при стирке. В общем, неплохие, недорогие такие спортивные брюки. И очень жаль, что когда H&M уйдет окончательно и закроет все свои магазины, нам придется, конечно, поискать еще подобные варианты по такой бюджетной цене. И переходим к моей следующей покупке. Это джинсы снова из H&M, которые стоили 1000 рублей. Вы не поверите. Ну, как я могла уйти без джинс, которые стоят 1000 рублей? Нет, конечно, они нормально сидят. То есть я не могу сказать, что они там плохо сидят. Я купила только из-за цены. Конечно, нет. Не прям уж, конечно, супер широченные. Чуть-чуть как будто бы они сужаются к низу, прям минимально. Но у них, опять же, довольно неплохая длина. Хороший такой базовый синий цвет. И, в принципе, довольно мягкая джинса. Не могу сказать, что она прям бешено держит форму. Но меня это устраивает, потому что далеко не всегда я хочу надевать джинсы с какой-то очень плотной джинсы. Честно говоря, таких случаев вообще можно по пальцам пересчитать. И еще у меня здесь есть один пакетик. Я не помню, что я купила в Аркете. Давайте посмотрим. Я купила себе два шопера, потому что в Аркете безумно клевые шоперы. Очень из плотной ткани. Ну и плюс они еще такие стилевые. Вообще невозможно. У них очень длинное вот это вот полотно сумки. То есть она прям реально очень длинная. При этом довольно комфортная ручка для того, чтобы носить сумку и просто в руке, и накидывая ее на плечо. Ну и очень плотная вот эта, как это правильно называется, парусина или нет, я не уверена. И взяла себе еще шопер в таком темно-зеленом болотном цвете. Это эффект закрывающегося Аркета. В общем, я подумала, что у меня не будет в ближайшее время возможности купить себе что-то в Аркет. Поэтому я купила себе два шопера на память. Я, конечно, надеюсь, что мы с Аркетом расстаемся не навсегда. Но, кто знает, я, в общем, решила подготовиться и купила себе два шопера. И ни о чем не жалею. И вдогонку еще покажу вам то, из-за чего стоит, кстати, зайти в H&M. Это, возможно, какие-нибудь носочки. Я, на удивление, почему-то люблю вот эти носки с люрексом, с этой вот блестящей нитью. И также я взяла себе колготки с блестками. Я их, честно говоря, еще не надевала, не мерила. Не знаю вообще, как они будут сидеть. Ну и, честно говоря, колготки в H&M ужасно плохого качества. Вот я покупала себе несколько разных вариантов. И все они дурацкие. Не люблю колготки из H&M, но это колготки с блестками. Я не знаю, видно или нет, как они повлескивают. Но я подумала, блин, H&M закрывается. Мне нужны, блин, колготки с блестками. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным. Возможно, вы отвлеклись немножко. Это вообще было бы прекрасно. И если этот ролик вам понравился, то поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Это очень мотивирует, заряжает. И сейчас YouTube это моя душа на то, что меня спасает. Я с удовольствием снимаю ролики, монтирую. И мне очень нравится, что именно этим сейчас забита моя голова. Точнее, она не всегда, конечно, на 100% этим забита. Но я часто к этому возвращаюсь, что надо снимать на YouTube. Надо снимать на YouTube. И это как-то, знаете, меня... Как-то меня, короче, приспускает на землю. Как-то я успокаиваюсь. И очень клево, что вы есть. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что уделили мне это время. Ну, а мы увидимся очень скоро в моем новом видео. Всех целую. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok